здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 6 июня 2020 года сегодня большой праздник троицу поздравляю вас и у меня вот буквально 10 минут назад случилась такая вот история пока здесь прыгаю со своими малышами с подростками которые пришли от алины скопинцевой вот это мадам которая участвовала за вчерашнее видео я рассказывала о цветоносах орхидей она растет на белом стеллаже который здесь у меня стоит в комнате горшок стоит на высоте двух метров я сижу так подперла щеку рукой и в общем она свалилась оттуда свалилась с жутким грохотом у нее засыпалась часть грунта но упала она вот так вот понимаете вот таким вот образом шарахнулась это black pearl черная жемчужина на цветоносе взрослые растения моем уходе содержание три года и ей постоянно не везет то у нее одно то не другое общем такая вот большая вот снимаю как говорится на коленке у меня есть такие видео когда я снимаю вот так вот в тазу я не сказать что расстроенным как бы все поправимо но у нее поломались листья я ничего не вижу честное слово то что как это в таком ракурсе моя вот умели сломался вот ли сломался вот ли сломался и вот он еще ой все короче кирдыком вот он лопнул на вот так сейчас обрежу ну как-то обрежу вот так вот вот так на что делать сломался лист до печально и этот листочек это что же сейчас подрежу вот этот вот сломанный сделаю такую художественную стрижку чтобы это все облагородить но ничего страшного не просто очень жалко такой эстетическая до часть составляющая потеряна так ну что буду доставать до не сказала ведь какой цветонос классно она была посажена вот в этот горшок арте 26 февраля девятнадцатого года и у нее тут еще такая тема сейчас покажу содержалась на автополиве и у нее проросли корни горшок вот видите и они при падении естественно поломались вот они от удара по поэтому я их сейчас сейчас отрежу по-любому мне их оттуда не вынуть сейчас я их вот они все на соплях там все поломано лишь так радовалась думаю как хорошо редко поливать надо этот корень хороший на его не просто не вытащу в такую маленькую дырочку вот чем чем вот это вот тема очень мне нравится вот корни когда прорастают они конечно хорошо прорастает их потом отсюда не вытянуть если только резать вот эти вот решетки до происходит вообще да ну корни то как бы здесь здесь у нее все хорошо у нее ничего не надо не удалять ничего единственного то нее вот эти вот ювенильные листики вот видите их надо конечно снять они тоже коцнулись цветонос бы не сломать сейчас вот эти и винильные листья и поснимаю хорошенько растение такое постоянно цветущие так же все извините пристану видно ли вам извините коленка так вот так вот аккуратненько снимаю так хорошо снимаются листочки ну что здесь у меня все нормально здесь вот чешуйку вижу листочка сейчас сниму видео будет это понимание коротким потому что сейчас я еще пересаживать буду вот здесь чешуйка тоже листик отсыхал надо все как следует зачистить чтобы не было потом проблем хотя знаете что я вам хочу сказать что когда орхидея содержится на автополиве то вот эти вот чешуйки они в принципе не так и страшны так здесь тоже вас при я боюсь цветонос поломать поэтому держу его таким образом насти еще спит не так бы насти стояла бы контролировала процесс и меда видеосъемки надо очень аккуратно так и здесь сейчас как-то буду сажать что-то буду ей делать я уже подумала в принципе это ожидаемое вот это вот падение понимаете когда я еще когда делала съемку обратил внимание что орхидея наклонилась на бок надо было конечно и оттуда снять поставить в другое место несет цветонос но он старый сухая такая штучка наверно все больше ничего здесь чекать не буду вот этот лист тоже он как покоцался весь ладно сейчас будем ее определять этот лист жалко вообще жалко ужасно просто с этим цветоносом сейчас я перекись возьму перед еще не приготовила ну что делать бывает такие огорчения я не огорчилась нисколько сейчас смотрю так чуть камеру поправлю так немножко как раз за одной камеру поправил так беру перепись водорода и о мне окно открыто слышно в двух церквах колокола звенят красиво на здесь две церкви два храма один храм вот слева от меня это тихоинская икона божией матери и второй храм справа веры надежды любви и матерей их софии так а где так этот вот еще тоже господи он еще и хрустит боже мой боже мой так сделал какой-то закорюченный вот он прям хрустно центральной жилки безобразие вообще просто безобразие сейчас я вот так вот его полью перейти ночью этом листу кранты я так понимаю здесь все хорошо как шина соорудить ты так постойка здесь по шипе главное цветоносный тронуть так беру горшок 2 литра она сидела 1 и 2 вот в этом до горшке я беру 2 литра арты вниз я не положу стоять камушки вот у меня камушки и черепки биты ну она уже будет абсолютно на другом месте расти она сейчас поедет на кухню там есть как раз одно местечко для большой орхидеи я орхидея которая там стояла омолаживала и убрала и оттуда сюда в комнату и там осталось место тоже наверху ну там немножко пониже стеллаж поэтому тоже будет расти стоять там сверху но кладу ей камушки вот такие вот классные вот таким образом я думаю этого количества будет достаточно хорошо положил и сверху камушков я положу мох вот это в этой корзинке в этом мульти боксе у меня осталось такое количество на живой израсходовать это прошлогодний сухой сфагнум так сейчас я возьму некую часть вот этого сфагнума с зелеными шишечками и положу вот так вот на дно прикройте камушки так что я еще не взяла я еще не взяла уголь так сейчас и буду бродить на стол кто хочет тот посмотрит в походных условиях чтобы не навернуться бы здесь господи вся отставилась горшками так теперь я беру уголек вот у меня уголечек резаный разный тут фракции вот так уголечек судакину и сейчас буду ее сажать буду ее сажать в ее же кору вот в эту же кору сейчас буду перебирать добавление вот у меня осталось от green garden про вот немножечко вот такого вот такого же готового полностью готовый питательный продукт там вот видите всякая когда и кора и мох вот так вам видно я не вижу буду вот этого подсыпать то что посылку я еще не получила вот green garden про сейчас пришло оповещение что она на почте но так как у меня такая вот история получилась да случилось я естественно пойду позже тем более сегодня суббота так но почта сегодня работает до 6 всяком случае я успею так надо распределить сейчас я так у меня не получится сейчас я запутаю вот так вот корни чтобы это все дело покороче было не хочет она садится вот таким образом вот запутываю и вот так вот вот или ставлю крутить вертеть я ее уже не буду и и по возможности по поровне я ее посажу до весь корень послушный такой не хочет он красиво ложится воздушные суда беру эти так называемые корни сейчас я вам покажу чем получается вот чем я получилось вот видите и так пониже и погоню туда так и сейчас буду вот этим же и грунтом засыпать то есть вот буду выбирать вот так вот да и приговаривать ничего не остается как приговаривать очень хотела вот прям думаю проснусь и с малышами с малышами со своими займусь но видите загад не бывает богат вот так вот видите я выбираю единственное что я поменьше ее вот этой вот циафлоры у нее было очень много циафлоры поэтому я постараюсь поменьше вот этой вот циафлоры она в принципе не испортилась ничего не сделалось это я сейчас керамзит откидываю что он у меня туда не пошел в эту посадку в сторону его отбрасываю керамзит я не выкидываю старых посадок я его промываю и провариваю потом дуршачки его так еще раз промываю вот так вот буду брать вот видите вот таким образом циафлора хорошая и вот так вот засыпать и вот так вот засыпать надо еще керамзит отсюда выбрать он мне там не нужен совсем в посадке вот уголечек такой засаленный вот видите с такими я его выброшу так вот таким образом и буду сразу же добавлять перемешку вот этот вот грунт вот так он выглядит вот видите да буду добавлять вот этот грунт он не влагоемкий в отличие от того грунта вот так в перемешку буду выкладывать так пока отстану и будет красота я надеюсь главное мне ее выровнять вот сверху ее логоемки вот этот грунт и циафлора вот такая пересадка на коленке называем мне так удобно вот вот в данном случае как бы сейчас мы это быстро сделаем здесь вот еще ее грунт вот листья эти поломки которые я с пола собрала ну хряпнулась она так да звонко получилось очень громко вот вот обратите внимание сейчас я покажу вот сверху которая лежала кора она видите она сухая вот вон сколько поломанных листиков все это я естественно выбрасываю так сейчас с этой стороны переверну ее здесь у меня получается вот так вот видите так и сейчас я ее быстро посажу я не думаю что это прям так долго и так критично главное керамзит чтобы мне туда не хочу чтобы вот этот вот пошел вот таким образом вот этот корень вылез опять безобразник он в активном росте он потом вылезет и будет торчать иди-ка дружок ну туда вот так теперь вот салфору туда добавляю и сейчас еще немножечко вот этого грунтика да добавлю от грин гарден про здесь мох вот так вот так надо было конечно да их сразу как я только заметила ее вот видите так вот я быстро пересаживаю в смысле когда вот ну какая кора хорошая видите она вообще не разложилась вот так вот быстро практически перевалка вот так ровно ты стоишь ровно кривобокая девушка так сейчас еще вот здесь керамзит выберу керамзит вот этот морис грин я очень люблю и он главное что когда его когда его таким образом как я уже сказала я его промываю потом провариваю недолго минус 15-20 и промываю он годен опять в использовании я керамзит вот именно морис грин я его не выбрасываю так сейчас еще возьму грин гарден про сюда вот таким образом подложу ей туда вот грин гарден про в этом готовом грунте уже тоже я вижу уголь так сейчас надо проверить проверить надо здесь все нормально да все нормально все хорошо с камнями горшок тяжелый но зато уже точно она не навернется будет твердо стоять на ногах хотя откуда ни ноги так я имею ввиду в посадке вот так скажем в посадке будет ровно стоять все вот так вот так вот ровно встала да ура прям ровно-ровно стоит хорошо так там у меня ничего больше не осталось так ну что я больше я не буду ей грунту сюда досыпать чуть-чуть хотя вот с этой стороны можно можно немножечко вот так вот присыпать так приложить так сказать так с этой стороны посмотрю стой стой не бойся она наверно сама перепугалась бедная такую стряску как это называется господи сотрясение мозга о как называется сюда еще подкладываю мне надо еще поколотить потому что грунт поминается вот так так и здесь прям в граммульку ить так все ну все села присела хотя сопротивляется опять на бок хочет уложиться хочет на бок уложиться надо ей вот сюда вот подложить кусок коры завести вот сюда что еще сделаю так вот сюда вот так аккуратненько ей поставить и вот сюда поставить ей кусок коры тогда она не будет заваливаться вот вот так его все стоит все присыпаю присыпаю бедняжка все теперь что я сделаю теперь я эту посадку вот эту которую я сейчас посадила я ее накрою мхом вот этим что у меня здесь в корзиночке остался сейчас накрою мхом так здесь побольше надо положить так мхом и с той стороны тоже растянуть как мне сейчас не хочется лезть без насти на антре соль там где у меня стоит еще мультибокс там у меня все мультибоксы стоят с мхом так таким вот образом мх высушен правильно я сушу как говорится правильно и он не крошится он эластичный несмотря на то что год он пролежал в этом мультибоксе он эластичный он не крошится и не пушится видите вот так вот очень хорошо он лег вот посмотрите сейчас я вам покажу по возможности чем у меня здесь получилось вам видно корни здесь тоже видно корни видно ли вот видно корни да и сейчас я ее отнесу в ванную я прям помою ее под душем мох как раз увлажнится и покажу вам уже окончательно что у меня получилось ну в общем все мы помылись подкормились тоником для орхидеи от бонуфорта с витаминами янтарной кислотой я промыла душем весь грунт сейчас видно здесь все запотело вот я и табличку написала паспорт так называемый и поставила ей еще бирочку чтобы не терять я говорю у меня у всех орхидей есть бирки вот надо все надписать в общем что ну симпатичная получилась такая орхидейка во всяком случае она теперь прямо стоит я ее сейчас поставлю под лампу под мини фермер чтобы она не на бок росла чтобы она прямо росла ну вот смотрите вот такие вот хорошие листья большие да все классно все желаю ей так сказать доброго пути и хорошего роста чтобы она конечно же зацвела все дорогие мои на этом я буду с вами прощаться желаю вам хорошего дня замечательного настроения крепкого здоровья и всех благ главное солнце в душе и на небе до свидания всегда ваша Бокова Наташа